В поле зрения антикоррупционных органов может попасть и Николаевский губернатор, прогнозируют местные активисты. Они оценили работу Алексея Савченко на посту руководителя области и утверждают, нашли много интересного. Все подробности в нашем материале. Сломанный нос, синяки под глазами. К эпатажному образу Николаевского губернатора местные активисты привыкли. Но с его кадровой политикой смириться не смогли. Месяц назад Совет общественников при обл. администрации выразил недоверие Алексею Савченко и призвал его сложить полномочия. Дескать, на руководящие должности он возвращает одиозных чиновников времен Януковича, несмотря на протесты местных жителей. Когда людей, которые прищали здесь Евромайдан Николаеве, идут на повышение, о чем можно говорить? Причем это все идет с подачи человека, который себя позиционирует как патриот. Но мне кажется, это больше на словах, чем на деле. Савченко ответил жестко. Позицию общественников назвал эмоциональной и необоснованной. В ответ те оскорбились. Я сприймаю вас, как несведомых и недосвеченных людей. И тут ему вспомнили все. Начиная с того, каким образом стал губернатором. Конкурс на эту должность проходил осенью 2016 года. Тестовые задания Савченко прошел за молниенотные 6 минут. Наделал массу грамматических ошибок. А описывая программу развития области, придумал новые неведомые слова. И победил. Кроме многих отрукевок, я выслову, когда не можно понять, что мав кандидат на увазе. Например, подрамка села, питонные воды. Слово волонтеры написано, как волонтеров с российской литрой ЙО. Год и три месяца. Журналист Андрей Лохматов внимательно следит за работой Савченко на посту губернатора. Говорит, никаких позитивных результатов. Провалена не только текущая работа, но даже его пиар-проекты. Среди них строительство детского фехтовального зала. Открыть его должны были за два месяца. Ленточку перерезали, а затем началось. В здании не передано на баланс властей. Вздувшиеся спортивные дорожки, неработающие, вентиляция и пожарная сигнализация. Вахтеры, которые сидят на вахте, он мне показывает щиток. Он мигает разными цветами. Я спрашиваю, что это значит. Значит, что сейчас пожар. А когда будет реальный пожар, никто этого не увидит. И дай бог, чтобы все спаслись. Второй скандальный пиар-проект – Николаевский аэропорт. По данным СМИ, реконструкцию пассажирского терминала еще летом прошлого года начала частная кампания. Жил Промстрой-8 и выполнила примерно треть работ. Это даже видно. А вот тендер чиновники объявили только в конце ноября. И что самое интересное, выиграла его не эта уже работающая фирма, а малоизвестная киевская кампания. Именно ей достанется подряд на сто с лишним миллионов гривен. Журналисты подозревают аферу с бюджетными деньгами. Мы стоим, вот видим его, этого подрядчика, его рабочих автобусы возят. Она говорит, его там не было. Он сделал терминал, отдали тендер другой фирме, киевской. Я подозреваю, по какой причине, но это уже работа правоохранительных органов. Журналисты предполагают, не за горами громкие коррупционные скандалы в Николаевской области. Сам же Алексей Юрьевич тем временем снимает короткометражные фильмы, в которых появляется в образе лирического героя. Читает стихи на странице в Facebook в ностальгии об СССР и людях этой эпохи. Получается действительно ярко. Они хотели стать достойными людьми и становились, и росли в большой стране, где свежий хлеб вкуснее казался, чем икра. Анастасия Крылатая, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер Николаев.